Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 25 сентября. Добрый вечер! Десятки разнообразных передач, документальные и аналитические программы, ток-шоу, телеконкурсы. КТРК ИР переходит на новый качественный уровень вещания. Сегодня под руководством председателя правительства Эрика Пухаева прошло заседание комиссии по празднованию Года Коста. Обсужден план проведения праздничных мероприятий. Члены комиссии обсудили вопросы организации праздничных мероприятий, приуроченных Году Коста. На повестке дня ещё один вопрос – юбилей Первого посольства Осетии. Прошло 270 лет с того дня, когда первые послы из Осетии направились к императрице Елизавете Петровне в Санкт-Петербург. Масштабные праздничные мероприятия, посвященные 270-летнему юбилею, пройдут с 22 по 24 октября в северной столице России. Программа, которую мы проработали, она согласована с севером Осетии. Мы выступаем там единым фронтом, мы выступаем одной республикой, одной Осетии. Поэтому программа сверстана в таком плане, что и север, и юг представляются как одна большая нация и одно большое государство. В рамках праздничной программы планируется проведение различных культурных мероприятий, научных конференций, мастер-классов. На стадии обсуждения вопрос о представлении в Санкт-Петербурге экспонатов Национального музея. В праздничных мероприятиях примет участие президент республики Анатолий Бибилов. Что касается года куста, члены комиссии обсудили подробный план проведения юбилейных мероприятий. Они проходили в течение всего года. Теперь предстоит подготовка проектов к 15 октября, ко дню рождения великого поэта. Тегина Черткоева, Азамат Кудзеев, Вадима Кумаритова. Информационный выпуск. Сегодня. Селиал компании «Южный сад» продолжает расширять свою деятельность на территории Южной Осетии. В этом году высажены яблони родом из Италии, которые обещают давать хороший урожай. На сегодняшний день общее количество деревьев около 60 тысяч. Тему продолжит Агунда Губузова. Яблоневый сад в селении Хитагурова дал свои первые плоды. Собирают урожай сегодня третий день. Несмотря на то, что саженцы пока молодые, собрано уже около трех тонн яблок. Собранный урожай по решению инвесторов будет передан в дар. Директор филиала «Южный сад» выразил уверенность. В будущем сад сможет полностью обеспечить население и учреждение Схинвала своей продукцией. А с расширением урожай будут вывозить и на экспорт. Урожай будет передан Схинвальскому интернату, Дому престарелых с забота, Детскому дому в поселке Ленингор и Детским садам республики. Яблоки трех сортов – Гауда, Голден и Местер. В будущем году будет высажен еще один сорт, так как инвесторы довольны результатом. Они не ожидали такого результата, так как мы опоздали и высадили яблони на два месяца позже. В яблоневые саженцы были привезены из Италии. Высажены они в июне текущего года. На 18 гектаров земли в яблоневом саду филиала компании ООО «Южный сад» яблони трех сортов. Общее количество деревьев – 60 тысяч. И это еще не все. У инвестора и директора филиала далеко идущие планы. В будущем году с одного гектара планируется собрать как минимум до 10 тонн яблок. Бекоев отметил, в реализации инвестиционной программы большую помощь оказали президент республики Анатолий Бибилов и посол Республики Южной Осетии в Российской Федерации Знаур Гассиев. «Хочу выразить слова благодарности президенту Анатолию Бибилову. Со стороны руководства республики оказывается всяческая помощь. И именно поэтому инвесторы хотят расширить производство. А это новые рабочие места. Нельзя не отметить и помощь Знаура Гассиева. Именно он нашел инвестора для реализации проекта. Большую благодарность выражаю и МЧС Южной Осетии. Они оказали нам большую помощь, когда нас затопило». На сегодняшний день в филиале работает 27 человек. У каждого из них своя специализация. Создаются все условия по уходу за садом. Чтобы фрукты дольше хранились, нужно правильно собрать урожай яблок. Плод обязательно нужно осторожно приподнять, прокрутить и срывать с ветки вместе с плодоножкой. Нельзя тянуть яблоко вниз. Это травмирует ветку и сокращает урожайность будущего года. Яблоки в емкость для сбора не бросают, а строго укладывают, так как любые удары и повреждения негативно скажутся на сроке хранения. Иностранные фрукты на территории Южной Осетии прижились хорошо. Благоприятные климатические условия Южной Осетии дают возможность получить хороший урожай за короткий период. В следующем году инвестор планирует высадить еще 18 гектаров яблок. Агунда Губозова, Александр Кокоев, информационный выпуск сегодня. Сетка обещания государственной телерадиокомпании ИР в новом телевизионном сезоне не просто расширится. В эфир выйдут новые развлекательные, аналитические и интересные передачи. Кроме того, на суд зрителя будут представлены ранее знакомые, но в обновленном формате программы. Одним словом, команда ГТРК ИР постаралась вывести работу на совершенно новый, качественный уровень. В телевизионных мастерских жара. Все потому, что новый телевизионный сезон на носу. В этом году с традиционным сезоном на телевидении запоздали, но на это известные причины. На ГТРК ИР грядут кардинальные перемены. Сетка обещаний расширяется. В эфир выйдут новые программы. Информационные, развлекательные. Теперь о самых важных событиях, происходящих в республике, мы будем рассказывать в новостях часа. Но самое главное, увеличивается эфирное время. С 2010 года национальное телевидение вещает с 15 часов. С утра же до включения наших телепередач зрители смотрят программы телеканала «Моя планета». Команда ГТРК ИР постаралась заполнить утреннее вещание и полностью наполнить эфир новыми программами. Масштабный, но довольно сложный проект «Дарой Сумхурс Юрестон» все же удалось реализовать. Несколько месяцев кропотливой работы, а результаты оценят, как всегда, наши дорогие зрители. «Дарой Сумхурс Юрестон» вот с таким названием выйдет наша передача скоро. Проект пока пилотный, пилотная версия. И все-таки нам кажется, что наша передача всем понравится, потому что каждое утро, такого еще не было, кстати, на нашем ТВ, каждое утро двое ведущих, я и Анна Кукоева, будут вам говорить «Доброе утро» и давать хорошее настроение. Все не буду говорить. Я думаю, что вам будет это интересно. Совместно с телевизионщиками вселетние месяцы работали радищики. В прямом эфире уже с октября еще одна утренняя программа, которую готовят на радио ИР. Студия на радио уже готова. В течение двух часов ведущие будут работать в прямом эфире. Новые лица, с которыми уже скоро познакомится зритель. Свежие новости, интересные гости, музыка. И все это с утра пораньше. При образовании коснулись дневного и вечернего эфиров. Появились совершенно новые проекты. К тому же были возрождены старые программы. Например, в новом телесезоне зрители вновь увидят передачу «Дзелаима Илма». С гостем в студии общаются дети. К съемкам проекта будут привлекаться учащиеся всех школ республики. Не удивляйтесь, если на улицах столицы и не только вы встретитесь с Валентиной Бестаевой. Съемки проекты отзовут Иерона в самом разгаре. Среди развлекательного контента музыкальная программа «Алима Месталата». Юмористическая программа, за осуществление которой взялся Алан Устаев. Ностальгия с Еленой Газаевой. Кабиц с Еленой Таттаевой. Большое интервью с Аланом Тибиловым. В новом сезоне за круглым столом будут обсуждать самые занимательные темы. В полюбившейся зрителю передачи «Айва Думбалца» с Геннадием Мамитовым «Новые герои и новые истории». Наряду с новым сезоном параллельно команда ГТРК «Ир» готовится с размахом отметить год куста. На днях в селении Нар пройдет масштабные съемки телевизионного проекта. Над ним трудится Юлия Бестаева. Документальные фильмы, аналитические программы, ток-шоу, телеконкурсы. Амбициозных планов у нас много. И все эти месяцы команда ГТРК «Ир» работала, трудилась. И творческий путь был интересен, насыщен идеями. И мы сделаем все для того, чтобы зритель не заскучал с нами. И постараемся вывести работу национального телевидения на совершенно новый современный уровень. Зарина Кочиева, Рауль Кочиев, Джонни Техов. Информационный выпуск сегодня. Отопительный сезон приближается. В образовательных учреждениях республики ведется подготовительная работа. Наша съемочная группа выехала в самый отдаленный район Ленингорский и побывала в сельских школах. К отопительному сезону в образовательных учреждениях уже готовятся. В основном школы в селах республики используют электроотопление. Однако в ряде сел Ленингорского района остались школы, в которых тепло поддерживают с помощью дровянных печек. Три школы – Орчусанская, Ленингорская, Русская и Закурская средняя школы – отапливаются электричеством. В Ленингорской грузинской школе система отопления работает на дизельном топливе. Семь школ отапливаются дровяными печками. Дровами нас каждый год обеспечивает Комитет лесного хозяйства посёлка Ленингор. В Икотской средней школе с началом отопительного сезона в помещениях поставят печки. Дровами школу обеспечивают своевременно. В школе порядка 20 учеников. В классах зимой всегда тепло, отмечает педколлектив. Отапливаем школу дровяными печками. В помещениях тепло, дров всегда хватает. В Закурской школе также готовятся к зиме. Здесь нет необходимости в заготовке дров, потому что уже на протяжении шести лет помещения отапливают электричеством. Завхоз Феликс Черткоев следит за подготовкой отопительной системы к предстоящему зимнему периоду. Всё работает в полном объёме. Отопление включат в любой момент, как только похолодает. Котлы работают бесперебойно. В случае отключения электричества мы отапливаем школу дровами, но это бывает редко. Систему электрического отопления проверяют и готовят в Ленингорской русской школе. Тепловые сети новые системы установили в прошлом году. «Мы готовы к отопительному сезону. Система проведена в рабочее состояние. Осталось прочистить фильтры воды во избежание засорения в трубах. У нас два котла, один из них запасной. Тепло в школе поддерживается весь отопительный сезон». Не все учебные заведения могут похвастаться тем, что никаких проблем с подготовкой к отопительному сезону нет. Начальник отдела образования Ласко Гусоев рассказал о том, что в детском саду села Цинагарь есть некоторые проблемы с подачей тепла. «Цинагарский детский сад отапливается электрическими масляными батареями. Это создаёт неудобства. Мы не раз поднимали вопрос об установлении в детском саду отопительной системы. Безрезультатно. Масляные батареи не отвечают требованиям пожарной безопасности. В здании недавно проводился капитальный ремонт, но и тогда не установили отопительную систему». Тем не менее, Ласко Гусоев заключил, они уже сейчас постараются сделать всё, чтобы обеспечить школы и детские сады в Ленингорском районе бесперебойным теплоснабжением. Анжела Кукоева, Айда Кочева, Диана Техова. Информационный выпуск сегодня. Странные ночные звонки прошлой ночью абонента МОЗ Телекома стали утренней темой обсуждения. За разъяснениями наша съёмочная группа обратилась в Мегафон Южной Осетии. Здесь отметили, что после поступления жалоб от граждан началась проверка и сбор информации. Тему продолжит Роза Тедеева. Странные ночные звонки с международными кодами стали самой обсуждаемой темой сегодняшнего дня. Практически всем абонентам Мегафон Южной Осетии прошлой ночью поступили звонки с неизвестных номеров. Всё началось примерно в три часа ночи. Звонки носили массовый характер. Со счетов абонентов, которые попытались перезвонить, были списаны различные суммы денег. Остелеком ведёт круглосуточный мониторинг сети. Поэтому с утра, как только начали поступать жалобы от абонентов, началась проверка и сбор информации. Уже известно, что звонки поступали примерно от пяти номеров с кодами различных стран. Номера с международными префиксами, как нам удалось установить, африканских стран Бурунди, Либерии и Туниса. Очень важно отметить, что за входящие звонки, согласно любым тарифам в нашей компании, средства не изымаются. То есть тарификации не происходит. Тем более, учитывая даже эту ситуацию. Но абоненты, которые перезванивали на эти номера, абонентская плата у них списывалась согласно международному направлению. Это, получается, звонки на международный роман, например, изымались суммы от 75 рублей до 150. Для предотвращения подобной ситуации «Остелеком» заблокировал номера, с которых производились звонки. На данный момент компания занимается сбором информации и детальным изучением сложившейся ситуации. Данная ситуация пока предварительно напоминает мошенническую схему, которой, конечно же, наша компания не имеет отношения. Но, тем не менее, для более детального изучения ситуации мы завели обращение от наших абонентов. А с утра их было около 10, может быть, даже больше, включая сотрудников нашей компании. Мы завели обращение в систему СРМ для рассмотрения и для изучения ситуации. Пока более подробной и детальной информации у нас нет. Но я думаю, в ближайшее время она у нас появится. И мы, конечно же, готовы ее предоставить для общественности. До более точного установления причин сложившейся ситуации, «Мегафон Южная Осетия» настоятельно просит абонентов воздержаться от звонков на подобные неизвестные номера с международными кодами во избежание списания средств. Роза Тедеева, Сармат Гузитаев, информационный выпуск сегодня. Югостенский драматический театр завтра открывает новый театральный сезон постановкой «Фатима». Зрителя ждут незабываемые впечатления от блестящей игры артистов, музыкальной составляющей и оформления сцены. Подробности далее. Новый театральный сезон в Южной Осетии откроется 26 сентября постановкой «Фатима» Костах и Тагурова. Новый сезон, по словам художественного руководителя театра Тамерлана Дзуцева, обещает быть интересным. Зритель увидит много новых постановок. Однако новый сезон в юбилейный год гений осетинского народа Костах и Тагурова решили открыть трагедией «Фатима». Одна из несомненных жемчужин осетинской классики. Постановка по одноименной поэме стала символом возрождения театрального искусства Юга Осетии. Масштаб режиссера, актерский ансамбль и изначально заданная планка в успешности постановки сомневаться не заставляли. Сомнения были несколько другие. Известное произведение, по мотивам которого еще в 1958 году была снята одноименная картина. Фактически массовое знакомство и с оригиналом, и с кинофильмом «Фатима». Невольно воздействовали бы на зрительское восприятие. И все же режиссеру и актерскому ансамблю удалось отойти от общеизвестного прочтения «Фатимы». И это несмотря на то, что за основу спектакля режиссер взял оригинал поэмы Коста. Не вина, можно сказать, отдельных артистов в этом плане, что есть какие-то недоработки вообще в этом плане. Потому что сложность самого произведения, сложность гармонизировать устой того времени с современными артистами, это очень сложно. Потому что я так и понимал для себя, что та ментальность, которая все-таки осталась после фильма, и то, что вот большая часть не читала практически целиком вот эту поэму, она сказывается. Сказывается она о том, что зритель, может быть, не увидел неожиданно для себя Фатиму. Неожиданно потому, что он пришел смотреть, как столкнутся и враги Мичамбурат вместе, как они будут там драться, убивать друг друга в этом плане. А Коста этого не было. 30 действующих лиц, два великолепных состава, исполнители главных ролей, национальный колорит, изумительные костюмы и масштабные декорации. Все подчеркивает масштабность, мощь и великолепие спектакля. Спектакль стал своего рода демонстрацией уровня мастерства нашей труппы, профессиональной формы отдельных артистов. И тем не менее, четыре образа, четыре главных героя. Уже сегодня, без сомнения, можно сказать, что роль Фатимы станет визитной карточкой в актерской биографии Инги Маргиевой. Мне помогала вера режиссера. Мне это помогало, обнадеживало меня, он все время меня успокаивал, он все время меня поддерживал. И для меня самая главная была задача в этом спектакле, все-таки понять замысел режиссера. Не то, что Инга думает о своем персонаже, а то, что хочет режиссер. Вот это было для меня самое важное. Сослуженный артист Республики Южная Осетия Суслан Бибилов представил зрителю Джамбулата, несколько непохожего на героя из известной киноленты. Его персонаж выступил в ином ракурсе. Я не смог его сделать негодяем, потому что он им не был. В моем ощущении, это человек, который вызывает сочувствие. Он не видит в Ибрагиме соперника, но видит преграду, которую должен непременно отодвинуть. Да, он делает это жестко, но объяснимо. Тем не менее, зритель, мне кажется, не прочувствовал Джамбулата, поскольку находился в плену стереотипов, которые в том числе навязаны известной картиной. Еще один органичный образ Ибрагим в исполнении народного артиста Республики Южная Осетия Дмитрия Поростаева. Но если в случае с Джамбулатом образ был представлен зрителю достаточно объемно и емко, то Ибрагима в спектакле было мало, его попросту не хватало. И тем не менее, герой Поростаева, несмотря на ощущение недосказанности, сумел стать центром притяжения зрительских симпатий. Вспомнить первый курс, первый семестр, и все сядет на свои места. Взаимодействие, то, что зритель замечал, он правильно замечал, Роса Газалдова, Роса, Роса, нету ансамбля где-то, В целом спектакль, он очень хороший. Произведение самого, повесть кавказская, это она очень мощная вещь. Тэнк, где можно показать такие грани, что вообще просто хотел показать всем этим, что из-за маленькой-маленькой ошибки свободолюбивой девочки, то бишь это можно сказать любовь чистой, беспорочной, из-за одной маленькой ошибки рушится вся система, вплоть до ее жизни, все рушится. Безусловным украшением спектакля стала его музыкальная составляющая. Величественная музыка Феликса Алборова и от Сама Замакоева органичное дополнение национальной классики. Башня в центре сцены, которую задумал Тамерлан Зуцов и воплотила в реальность главный художник театра Мадина Санакоева, стала не просто эффектным дополнением сюжетной линии, но и на протяжении всего спектакля демонстрировала и передавала глубокие сакральные мысли. Уже завтра все театралы смогут еще раз насладиться просмотром спектакля «Фатима». Агунда Губозова, Регина Черткоева, Хохобикоев, информационный выпуск сегодня. Бурятский республиканский детский театр «Кукол Ольгер» 28 сентября представит югостинскому юному зрителю две постановки. Детей их родителей ждет пока спектакль «Одюймовочка» или «Колыбельная для мамы». Второй спектакль «Ольгер-шоу» – представление в жанре кукол. Гастроли осуществляются в рамках федеральной программы, которая охватит все субъекты Северокавказского федерального округа. Мы когда заезжали сюда, думали, поспим у дороги немного, но та красота, которая нас окружала, она не дала поспать. Хотя уже 4 дня в федеральном вашем округе устали, конечно, гастроли. Это всегда сложно. Это ночные монтировки, репетиции, столько впечатлений. И тут мы даже не сомкнули, только успевали смотреть по сторонам. Очень красиво. С 8-го играем у вас и уезжаем сразу обратно. Я думаю, что вот этот сутки хватит нам насытиться вот этой красотой, вашей природой и культурой. Второй спектакль – это «Ольгер-шоу». Это тетрализованное такое представление в жанре кукол. Да, там разные формы, жанры представлены. Он такой эксцентричный, такой ритмичный. То есть зритель даже, как бы ему не придется скучать. Информационный выпуск продолжают новости спорта. Наша соотечественница Алана Алборова вновь зашла на пьедестал победы. Алборова стала победителем 9-го международного турнира по дзюдо среди юниоров в памяти Турпала Али Кадырова. Алана Алборова провела три схватки. В финале она боролась с дзюдоисткой сборной Российской Федерации Светланой Селезневой. В принципиальной схватке Алборова одолела соперницу. В соревнованиях участвовали спортсмены из разных регионов России, а также Казахстана, Узбекистана, Украины, Словении, Армении и Азербайджана. Две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали воспитанники школы Самбо-Дзавского района на первенстве Северной Осетии Алани. Соревнования проходили в поселке Октябрьское. Из югостинских спортсменов на первую ступень педестала поднялись Марат Кулумбеков и Давид Джоев. Вторым стал Эдуард Тедеев. Бронзовые медали достались Тамерлану Корсанову и Дмитрию Кочеву. Тренер спортсменов Тамерлан Кочев особо отметил Дмитрия Кочева, который провел четыре схватки и только из-за травмы уступил в полуфинальной схватке. Тренер поблагодарил главу администрации Дзавского района за оказанную помощь в поездке на соревнования. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин